Новочебоксарск в этом году стал основной площадкой проведения Дня Республики. Концерты, различные состязания, фейерверк, культурная и спортивная программы были весьма насыщенными. Но главное, в самом молодом городе Чуваши открылись современные и долгожданные объекты. Наталья Егорова продолжит тему. Долгожданное открытие. Это самая первая в Новочебоксарске модельная библиотека. Она носит имя Николая Носова. После капитального преображения постоянные посетители знакомое пространство просто не узнают. От фасада до внутреннего наполнения теперь это современное помещение, которое сотрудники окрестили книжным кварталом. Здесь уже нет привычного абонемента и читального зала. Вместо этого книжный сад, читай дворик и библиотечный сквер. Я думаю, что в эту библиотеку будут ходить мамы с родителями, бабушки с внуками. Молодежь будет забегать сюда, потому что у нас специальная зона, не формат клуб для них. Здесь полностью обновили и книжный фонд, закупили более тысячи экземпляров изданий. Модернизация библиотеки стала возможна благодаря национальному проекту «Культура» и поддержке республиканских властей. 5 миллионов рублей – это федеральные средства, 10 миллионов из бюджета Чувашии. Это 15-я библиотека нового поколения, которая открыта в Чувашии при поддержке национального проекта «Культура». Следующая библиотека, которую мы ждем и готовим к открытию – это библиотека имени Агакова в городе Чебоксары. А вскоре федеральные власти планируют увеличить финансирование модернизации библиотек в стране. Мы сейчас ждем документ, обновленное постановление, где будет увеличено финансирование. Малая библиотека будет 8 миллионов рублей. На создание будет выделено на центральную библиотеку 15. Конечно, государство всячески поддерживает проект. Глава Чувашии Олег Николаев подарил библиотеке картину «Вышитая карта России» и выразил уверенность, что это место станет популярным у горожан. Я уверен, эта библиотека не просто получит новую жизнь, здесь закипит просто жизнь. Полностью преобразился к празднику в Новочебоксарске отдел социальной защиты населения на улице Молодежной. Как говорят сотрудники, в прежних кабинетах о комфорте и современном оборудовании можно было только мечтать. Сейчас здесь светло и просторно. Меньше чем за два года был сделан капитальный ремонт помещений. Учреждение предоставляет 48 мер соцподдержки. За помощью сюда обращаются и члены семей участников СВО. Глава Чувашии познакомился с горожанами, которые благодаря соцконтракту смогли обучиться и открыть свое дело. К примеру, недавно Евгения Иванова обустроила мастерскую по изготовлению съедобных букетов и шоколадных презентов. Финансовая поддержка, где можно было купить все оборудование, хоть до мебели, холодильники для цветов, оборудовать полностью мастерскую. Не узнать после капитального ремонта и школы номер 11. Здесь учатся более 500 юных новочебоксарцев. Преобразование они уже успели оценить. В апреле ребята вернулись в родные классы и окончили завершающую четверть. Школа полностью обновилась. Фасад, кабинеты, новое оборудование, система отопления, вентиляции, окна и двери. А сейчас благоустраивают территорию учреждения. Это уже проект республиканский. И при поддержке главы республики, Алик Алексеевича Николая, в этом году выделено свыше 480 миллионов именно на благоустройство нашей школы. Был разработан стандарт благоустройства. К августу подрядчик обещает завершить работы. Здесь появятся новое футбольное поле, беговые дорожки, спортивные и игровые площадки. Наталья Егорова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.